Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем переводить предложение, и на этот раз я выбрала коротенькое. Через несколько лет этот случай имел продолжение. Самое обычное предложение в прошедшем времени. Но посмотрим, так ли всё просто, и, возможно, здесь не так грамматика будет важна, как знание слов. Итак, первое. У нас через несколько лет, это явно когда, этот случай у нас подлежащий, вроде как ничего особенного. Здесь может быть слово case, здесь может быть слово incident, episode. Мы не знаем, о чём идёт речь, поэтому теоретически здесь целая куча слов. Может стоять event, например, тоже чем плохо. И может быть ещё occurrence, ну и, наверное, это всё, что я сейчас могу вспомнить. Далее, слово продолжение. Тоже очень интересное слово, потому что его сразу даже не вспомнишь. Ибо, обычно, когда продолжение в следующих сериях или чё-нибудь такое, говорят to be continued. Но нам это to be continued здесь совершенно как-то не к месту. Ну, то есть, ну как, имел to be continued, had to be continued или чё. Тем более, что здесь не пассивная конструкция. То есть, to be нам здесь не надо. То есть, had to continue, возможно. Ну, тоже спорный вопрос. То есть, вот это очень большой знак вопроса. Но, что тогда у нас может быть? И здесь нам на помощь придёт слово, которое мы все знаем. Это слово sequel. Сиквел может быть не только в кино, но и в реальной жизни. Кроме того, что sequel, мы все помним слово продолжать. Continue. И от него, естественно, есть существительное. Continuation. Да, оно ужасно длинное и неудобное. Но оно есть. Что делать, если я забуду слово sequel? Ну, а теперь посмотрим, что у нас получится. Итак, через несколько лет. Я скажу, наверное, несколько лет спустя. Это, в принципе, то же самое. Several. Здесь можно было сам поставить. Тоже правильно было бы. Several years later. Далее. Этот случай. This. Здесь можно this, можно that. Почему? Потому что очень часто относительно прошедшего времени лучше ставить that. Мы, опять же, не знаем, о чём идёт речь. Где находится в это время автор? Он сейчас, он в прошлом это говорил. И вообще. Поэтому здесь правомерно и this, и that. Но that всё-таки как-то безопаснее поставить. Далее. Had. И, допустим, a sequel. Я не хочу ставить a. Почему? Потому что здесь мы имеем в виду этот случай. То есть такая конкретика, что дальше уже невозможно. Ага, я, кстати, забыла слово case написать. Конкретнее не придумаешь. Поэтому не очень красиво будет поставить сейчас a. Поэтому я поставлю it. Свой. Своё продолжение, как бы. И вот у меня такое предложение. Several years later the case had its sequel. Окей. Как ещё можно было бы? Если я не могла вспомнить several years later по какой-то причине, я могу сказать вот через несколько лет. После нескольких лет, если совсем дословно. Поэтому здесь будет after. И далее я поставлю some. Его здесь можно тоже поставить. After some years. То есть имеется в виду некоторое количество лет. И далее that. Пусть будет incident. В слове incident нет ничего плохого. В английском языке оно нейтральное. Это может быть плохой случай, хороший случай, какой угодно случай, чего угодно. Поэтому incident вполне нормально заменяет слово case. Case очень часто говорят, когда речь идёт о какой-либо практике. Врачебная практика, юридическая практика, бизнес-кейсы какие-то, ещё там чего-нибудь, расследование какое-то, например. И вот это вот, собственно, case называется. Поэтому case иногда может иметь вот такое вот значение, ну, узкопрофессионально направленное, если угодно. Но может и просто значить слово случай. И вот чтобы избегать вот этого такого языка профессионалов, можно поставить слово incident, более-менее нейтральное. Ну и вместо head, естественно, можно поставить got. Кто же нам запретит, получил своё продолжение. Got it. И я поставлю continuation. Пусть у меня будет разнообразие. Теперь далее. Можно ли здесь поизвращаться и сделать, например, сложное предложение, или же оборот поставить какой-то, или ещё чего-нибудь. Здесь, ну, будет такой эксперимент, если угодно. В реальной жизни такого делать не надо. Первое, что приходит в голову, это переставить местами части предложения. Ведь вот это after some years, это, ну, питательная среда для какого-нибудь time close. Например, можно сказать, что that incident, или пусть будет event, got its sequel. Далее мы поставим after. И далее я напишу такое. Several years past. Ну, добавлю подлежащее сказуемое. Вот, таким образом мы получаем сложное предложение, если нам очень сильно хочется. Здесь можно даже ещё больше поизвращаться и вместо past поставить had past. Почему? Потому что рассказ о событиях в прошлом, и у нас одно действие раньше другого. И нигде не сказано, что этот сиквел случился сразу после того, как прошли несколько лет. Ну, возможно, ещё там что-то прошло. Ну, в любом случае, правомеренный past perfect тоже, если усложнять, так уже усложнять. Можно ещё такое придумать. И вместо вот это some years, several years, поставить просто years past, то есть прошли годы, это немножечко искажение смысла. Потому что одно дело, когда some years, это несколько лет, а когда просто years, это имеется в виду много лет. Это many, по сути, здесь должно было стоять. Но его не ставят. Но при этом его имеют в виду. Поэтому можно, но это будет не совсем то, что у нас в условии. Then, затем, this case, пусть будет this для разнообразия. Или нет, я не хочу case. Я поставлю episodes. Очень красивое слово. Episode в английском тоже может относиться не обязательно к фильмам там или ещё чему-то такому. Это может быть вот именно event или occurrence или case. Это абсолютно нормальный его заменитель. Жизненный эпизод, если угодно. И далее, ahead is continuation. Почему нельзя здесь сказать continued? Ну, теоретически это можно сделать. Но я считаю, это лично моё уже мнение, не факт, что я абсолютно права, будет не совсем понятно, как это он продолжался, если годы прошли и затем чего-то было. Ну, мне кажется, будет коллизия. Поэтому я не буду рисковать и я не буду так писать. Если кто-то хочет покопаться в глубинах, вполне возможно, что такой вариант тоже имеет право на жизнь. То есть, years passed, then this episode continued. Но, опять же, мне не нравится это. Здесь ещё есть один вариант, который, ну, тоже спорный, наверное, будет, но тем не менее. Допустим, this episode got it. И дальше я поставлю вторую жизнь. Second life after several years. Возможно, кто-то заметит, есть ведь ещё вариант сказать через несколько лет, как in several years. И вроде да, очень сильно хочется, но на самом деле нежелательно. Почему? Потому что, если мы скажем in several years, у нас получится, что это как бы в течение за эти несколько лет, но при этом не выходя за рамки этих нескольких лет. Тогда у нас будет стоять in. А нам очень важно подчеркнуть, что годы прошли и только потом это случилось. Почему я считаю сомнительным вот это got it second life? Потому что это приближается к слову repeated, повторился. Одно дело повториться и другое дело иметь продолжение. Это не совсем одно и то же. Да, это вроде близко-близко, но всё же это разные вещи, как по мне. Поэтому пятый вариант, ну, такое себе. Как можно ещё? Попробуем сюда впихнуть complex object. Посмотрим, что у нас будет. Years past. Я здесь немножко укорочу, потому что дальше у меня будет длинно. And then. Здесь можно даже запятую поставить. And здесь больше для усиления, чем для соединения. We could see. Мы могли видеть. That case или that event continue. Здесь уже нельзя сиквел поставить, потому что мы ставим действие. Вот что-то в этом духе. Ну, complex object, конечно, я сделала. Ну, мне не очень нравится, но тем не менее, можно, если сильно хочется. Теперь посмотрим на всё это ещё раз. Как ни крути, как ни извращайся. Первый вариант самый, как по мне, удачный. Он, во-первых, короткий, что очень важно. Здесь все слова присутствуют. Здесь передан смысл. Здесь нет никаких проблем. Это простое предложение. Самое удобное, самый лучший вариант. Далее. Второе предложение, в принципе, тоже неплохо и тоже можно. В третьем варианте, если я любитель времён глаголов, если мне уже очень сильно хочется чего-нибудь сюда такое впихнуть, я могу сделать сложное предложение и всунуть сюда past perfect. Ну, если мне очень сильно хочется, опять же, по какой-то причине. То есть, можно, но такое себе. Далее. Четвёртый эпизод. Почему бы и нет? Тоже вариант, тоже можно. Почти то же самое. Единственное, вот здесь немножко вопросы, потому что, по сути, здесь подразумевается слово many. И вот здесь, конечно, формально нет, но, тем не менее, оно имеется в виду. Поэтому галочка, конечно, есть, но это, ну, так себе. Далее. Пятый. Пятый однозначно нет, хотя бы потому, что здесь немножко искажение смысла. Поэтому я бы сказала, что нет. И шестой вариант. Неоправданно усложнён. Да, технически это можно, конечно, сделать всё. Ради бога. Но зачем? Зачем, если у нас есть прекрасный первый вариант? Это тот случай, когда вот простота и краткость – сестра таланта. Поэтому лучше в этом случае лучше написать короче, проще, и это будет вот именно красиво и всё такое. Здесь нет оснований нагромождать какие-то безумные вещи. Ну, и потом здесь и негде их, в принципе, нагромождать. Все эти комплекс-объекты – это взято с потолка. We could see. Ну, где мы это взяли? Ну, вот так взяли просто потому, что нам хочется. Ну, нам хочется, конечно, это здорово, но это совершенно было делать не обязательно. Итак, скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео, равно как и ссылка на весь плейлист по переводам предложений, равно как и ссылка на плейлист по переводам текстов на английский и с английского. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.